Как молитва судьбы, молитва, молитва звучит? Молитва судьбы примерно так звучит. Тебе плохо, тебе плохо, тебе плохо, тебе плохо. Или она звучит. Гады меня предали, гады меня предали, гады меня предали. Вот, судьба звучит. Или она звучит. У тебя больная печень, ты помрёшь, у тебя больная печень, ты помрёшь. А как должен разум звучать в это время? А разум должен звучать молитвой. То есть мысли о Боге, мысли о чистом светлом побеждают злые мысли. Понимаете, сначала судьба рушит мысли человека и его память. Потом дальше парализует его волю. Если память направилась не туда, куда надо, дальше человек уже нормальные дела делать не сможет. Потому что его воля ослабла, он депрессию пошёл. Поэтому очень важно человеку найти способы свою память направить на то, что приносит счастье. Это природа, добрые люди. Вспоминайте добрых людей, вспоминайте природу, вспоминайте Бога. И лучший способ вспоминать – это действовать. Например, лучший способ вспоминать Бога – это произносить Бога. Не просто сидеть и вспомнить, что Бога надо вспоминать, что он будет. Я даже не знаю, как он выглядит, как его вспоминать так. Надо произносить, допустим, произносить «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу». Слава, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Понимаете? То есть это значит, что человек правильно действует. То есть ему как бы плохо, он сидит в больнице, как бы на очередь к врачу, и у него болит печень. И врачи же разные бывают. Некоторые врачи так набрут, ну врачи, что… Что потом вообще выходишь уже, то ли живой, то ли нет, непонятно. Понимаете? Если вы пришли к врачу, врач посмотрел на вас долгим взглядом и сказал, ну это неизлечимо, ну сказал так по-доброму. И вы вышли как бы и получили что после врача? Смерть. Не жизнь, а смерть. То есть он не обнадежил вас, не дал вам силы бороться с болезнью, не дал вдохновение, не дал знания, что делать, а просто опустил вас. Или вы приходите к астрологу, он говорит, ну ты знаешь, осеннее пальто можешь уже не покупать. Практичный совет, правда? Или он приходит, у него суставы больные, и врач ему говорит, ходить нельзя долго. На холоде тоже нельзя ходить, на солнце на сильном нельзя ходить. А по земле можно? По земле тем более нельзя. А что делать-то? Ну что, жить надо теперь тебе потихонечку. Врач так советует. Ну и готовиться как бы. Есть же ещё участки там под Ветвой, да? Под Ветвой земельки как бы для тебя тоже, да? Ещё есть? Вот. Это не врач. Это человек, который не имеет знания. Потому что человеку для того, чтобы победить болезни, нужно сначала дать веру в его жизни, его возможность побеждать. Веру в себя как Личность. Не в себя как Бога, а в то, что ты как бы можешь справиться со всем. Врач должен вдохновлять человека, астролог должен вдохновлять человека на то, чтобы он шёл дальше по жизни. И это является знанием, понимаете? Когда у человека больные суставы, ему наоборот надо долго ходить, чтобы их вылечить. Не быстро ходить, быстро может разрушить, но долго. Понимаете? Наоборот, надо быть больше на природе больному человеку, чем сидеть дома. И как бы наоборот, больше контакт с природой. Но правильный контакт, может не сильно интенсивный. Понимаете? Помягче, но подольше. Вот это правильный совет врача. Но если врач ограничивает человека, он не даёт ему ничего делать, то и гасит ещё его веру, говорит, это не из лихима. Зачем ты тогда здесь сидишь? Ты напиши табличку как бы похоронной услуги, а не терапевт. Если человеку действительно нужны похоронные услуги, он тебе придёт за консультацией. А если ты врач, значит, помоги ему, дай ему силы. Понимаете? Всё начинается с чувства собственного достоинства. Если человек не пришёл в себя, он не отвлёкся от проблемы, не отвлёкся от страданий, то тогда ему помочь невозможно. Всё начинается с памяти. Памяти. Поэтому каждый человек должен вот этим заниматься. Понимаете? То есть он должен память человека направить в правильное место. Это называется любовь. Любовь означает с памятью работать человек. Понимаете? Правильное поведение человека. Правильное поведение – это помочь отвлечься от злой судьбы. Вот представьте два варианта. Человек лежит, у него тяжёлое заболевание, да? К нему приходит друг. В кавычках. Такой садится рядом с ним. Ой, как тебе плохо. Ну, блин, ну, вообще. Чё-то ты бледный такой вообще. А ты пока как-то можешь стать? Ты уже всё, как без уже. Друг такой пришёл помочь. Второй. Приходит друг, другой. Смотрит и говорит. О, привет! Вась, привет! Как дела? Помнишь, мы на рыбанку с тобой ходили? А помнишь, как там птички пели так хорошо? А помнишь, как мы с тобой гуляли, и ты свою жену встретил там по дороге? Помнишь? И когда первый друг приходит, он говорит, слушай, Петь, ты иди, пожалуйста, иди, как бы придёшь в следующий раз. Я сегодня занят. А второй приходит тот, говорит, ну, ты посиди ещё со мной, посиди немножко. Понимаете, как важно понять, что такое помощь. Помощь означает направить память человеку, когда он в беде, ему, когда трудно, в нужное русло, чтобы его чувство, собственно, достоинства, встало на то место, которое даёт возможность победить судьбу. Что это за место такое? Как это почувствовать? Когда человек чувствует, что ему тяжело жить, но он всё сможет, это значит, что ему чувство, собственно, достоинство поставили куда надо. И у него вот здесь, вот в сердце у человека наступает что? Облегчение. Вот как у девушки, она послушала про своего отца, и у неё в сердце наступило облегчение, она чувствует, всё, теперь так будем делать, и всё будет хорошо. Так? Так. Бывают события вообще ужасные, как бы, но можно по-разному к ним относиться. Если человек в событиях ищет очень сильный позитив, даже когда они вот вообще тяжёлые очень, то это признак очень сильного разума, очень сильный разум у человека. Вот события совсем тяжёлые, он как бы, он как бы, а нам всё равно, а нам всё равно, не боимся мы, и волка, и сову. Ну, песня зайцев такая есть, как они на лужайке косят траву. Трын-траву, знаете, слово трын-трава русское означает, ну, капец. Трын-трава, это значит, что плохо. И зайцы, что делают с трын-травой? Они её косят. Всё плохо косят. Зайцы, то есть не волки, понимаете, не медведи, а зайцы. Ну, то есть их, может, легко, да, зайцы, это такой слабый зверёк. И они такие, а нам всё равно, а нам всё равно, не боимся мы, и волка, и сову, делаясь у нас самый трудный час, мы волшебную косим трын-траву. Ну, то есть они просто побеждают судьбу, и всё, неважно, зайцы или не зайцы. Ну, то есть, есть разные варианты восприятия. Понимаете, один вариант повесится. Второй вариант — веселиться. Ну, то есть выбирай сам, какой вариант тебе подходит. Давайте как бы разберём тот случай, когда человек выбирает веселиться. Как это происходит? Сначала ты принимаешь судьбу. Вы не отворачивайте глаза, если я на вас смотрю, это не значит, что у вас так будет. Просто с вами рассуждаем. Так, первый вариант — это испугаться, да, что ж теперь со мной будет. Ну, а второй вариант — вот так потерпеть, потерпеть, и так раз, и принять судьбу. Принять означает найти что-то хорошее и этим жить. Это называется сильный разум. Вот понимаете, вот столько плохого, то есть никакого тишины, всё, как бы вот столько плохого. И вот столько чуть-чуть хорошее. И вот это хорошее человек только это помнит, а всё остальное он уже не помнит. Это называется сильный разум. И когда у человека сильный разум, то даже при плохой судьбе у человека счастливая жизнь. Другое восприятие, правда? Не верите, да, что такое возможно? Возможно, это значит сильный разум. И человек счастливый живёт, потому что он как бы нашёл другое понимание вещей. Смеётся. Иногда люди смеются над собой, когда они влипают в какую-то беду. Ну, там им тяжело, конечно, а потом они это обсуждают, смеются такие как бы над этим. Это правильное понимание вещей. Вот у меня, допустим, мой помощник, с которым должен со мной ездить, не получил визу. Ну, зато у меня есть другой помощник, который не надо визу, он как бы из этих краёв. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Вот, и когда мне второму помощнику, как бы, второй помощник, когда ко мне присоединился, ему купили билет из Риги в Вильнюс без багажа. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Рейс рано утром, как бы позвонить некому, а карточка моя записана на другой телефон. Ха-ха-ха-ха-ха. В результате мы заплатили 60 евро. Ха-ха-ха-ха-ха. А потом узнали, что на меня два багажа оформили. В это время было и не смешно. Но это ещё не всё. Я когда приехал, как бы, не знал о том, что два багажа. Но организатор моих лекций, она мне написала, Олег Иначе, всё нормально, мы на вас два багажа оформили. Ну, после того, как мы уже прилетели. Ха-ха-ха-ха. Я говорю, спасибо, лучше бы ты об этом не говорил. Ха-ха-ха. Ну, ладно, посмеялись? Всё зависит от восприятия. Если восприятие... Вот сейчас вы посмеялись над всем. И мне совсем на сердце стало хорошо. Я провёл эксперимент сейчас. Мне всё равно осадочек оставался. Но после того, как вы посмеялись, у меня наступило облегчение, потому что я понял, для чего это всё произошло. Для того, чтобы нам было хорошо здесь, да. Ещё один пример приведу. Я разок читал лекции. Я не помню уже, по-моему, в Риге, что ли, это было. В каком-то городе. И организовали так лекцию, так лекционный зал, что я сидел ниже, чем люди. Люди меня не видели. Меня видел только первый раз. И я начал думать, что делать. Никакой сцены не было, ничего не было. Но я увидел три одинаковых стола. Я два поставил снизу, один сверху. И на один поставил стул. И вот представьте, такая сцена. Я сижу на двух столах, сверху ещё один. И читаю лекцию. Скатерти не было, чтобы накрыть. И это была вот такая лекция, потому что люди всё время были весёлые. Когда смотрели на меня. Слушай, прикольно же было смотреть. Вот. И у меня было два варианта реакции. Первый вариант. Неудобно как-то. Да, идёте сидеть, так неудобно. Первый вариант реакции. Тогда лекция бы не получилась. Разные варианты восприятия. Мы сейчас это обсуждаем. Итак, это всё очень важно, то, что мы с вами обсуждаем. Потому что некоторые люди теряют даже жизнь из-за того, что они неправильный путь выбирают в отношении к своим чувствам собственного достоинства. Надо всегда выбирать правильный путь. И сейчас мы с вами будем глубже, подробнее изучать эту тему. Как судьба взаимодействует с нашим чувством собственного достоинства, и потом, что с нами из этого становится. Допустим, возьмём, допустим, случай жизни. Ко мне подходит девушка вчера, допустим, позавчера после лекции в Риге. Подходит девушка такая хорошая, девушка. Я уже никакой вообще, то есть я уже, ну как бы, меня уже обработали слушатели лекции. Вот, и я выхожу такой, как бы, а я в этом прямо помещении живу, то есть там же лекции, там я живу. Я, мне надо только на лифте подняться, чтобы добраться за своей комнатой. И девушка встаёт перед лифтом. Говорит, Олег Геннадьевич, только вы мне поможете. И я хотел сказать нет, потом смотрю на неё и вижу, что точно вряд ли кто-то ещё поможет. И проблема заключается в том, что она не может выйти замуж. Вообще просто не может. Ну то есть она знакомится легко, и потом все отваливаются подряд просто. И он говорит, может во мне что-то не так, я уж не знаю, что делать. Понимаете, вообще не смешная ситуация. И эта девушка просто не знала, как работает чувство собственного достоинства. Я сейчас вам объясню, как она себя вела с этими парнями. Ну то есть она видит, что у вас завязываются отношения. Чувствует, что она нравится человеку. Видит, что может быть создастся, будет семья, может быть будет счастье в этих отношениях. Она это всё чувствует. И начинает очень сильно служить этого человека. Заботится о нём. Мау! Понеслась. И у этого человека есть два варианта реакции. Первый вариант реакции — это считать себя Богом. О! Такая девушка красивая прыгает передо мной на задних лапках. Это значит, что я достоин более крутой ещё девушки. И вышвырнуть её из своей жизни. Потому что раз она так прыгает, значит, я дорогой товар. Надо искать себе получше ещё. Так? Первый вариант. Второй вариант. Она начала прыгать на задних лапках. Означает. Вообще не нужна. Отпадает вообще всякий интерес. Ну, то есть, человек не моего уровня. Понимаете, о чём я говорю? Нет? Вот, ну, если брать с точки зрения вообще как бы сердца человека, вот я говорю, у вас очень хорошее сердце. Если бы мужчины были не дураки, они бы точно на вас обратили внимание и точно вас бы выбрали. Потому что вы искренний человек, готовый человеку отдать себя, свою жизнь, просто как бы не обращая внимания ни на что. Ну, понимаете, для того, чтобы получить счастье в жизни, нужно знать немножко больше, чем это. Даже если ты готова как бы человеку что-то сделать в жизни, нужно знать, в каком случае он тебя полюбит. Он полюбит в том случае, если он будет видеть недосягаемость, недоступность. С другой стороны, хорошие качества, человек хороший, он по-доброму относится к человеку, по-доброму относится. Но при этом он недоступен, девушка недоступна, её надо добиваться, достигать, потому что она, наверное, лучше меня. Она красивее, она лучше, она возвышеннее. То есть, ну, как бы, и он начинает достигать, добиваться, преодолевать трудности. Это правильное отношение к мужчине, женщине, понимаете? Правильное отношение. Надо человеку дать возможность себя полюбить. Ну, то есть, если нет знания, то как девушка ведёт себя? Она начинает сразу как бы... Ну, первое, что она начинает делать, она влюбляется сразу. Парень понравился, сразу раз влюбилась. Влюбилась, потеряла, значит, всё. Потому что, когда ты влюбилась, твоё чувство собственного достоинства будет очень сильно реагировать на этого человека. Вот, допустим, он на тебя посмотрел, ты сильно счастлива. А если не посмотрел, ты сильно несчастна. Понимаете, сильная реакция будет. И эта сильная реакция, а он заметит её. Он увидит, что ты несчастна, допустим, и подумает, мне несчастная не нужна. Если он так подумает, значит, ты ещё более несчастный будешь, потом ещё более несчастный. И так человек теряет себя. Поэтому девушке нельзя влюбляться. И даже парню, когда он ухаживает за девушкой, ему она нравится, тоже сильно влюбляться не надо. Потому что если сильно влюбился, он как девушка его видит, как он выглядит. Сбежала Мальвина, невеста моя, сбежала Мальвина в чужие края. Помните этого, братья? Ну, то есть, кому такой нужен вообще? Божий одуванчик. Влюбился. Когда мужчина влюбляется, он такой никакой становится. Такой, знаете? Зачуханный такой. Ну, кому он вообще нужен? Женщина хочет замуж за сильного человека выйти. Означает, какого? Который в тебя ещё не влюбился, да? Вот это парадокс. Вот смотрите, мужчины, которые ухаживают так очень красиво за женщинами, чувствуют себя независимо так, очень красиво, ласково, нежно. Ну, независимо. Женщины вот втрюхиваются в них, просто вот, знаете, прямо косой косят. Вот. И вот если мужчина так себя ведёт, это значит, он точно замуж девушку взять не хочет. Он хочет просто побалдеть, понаслаждаться с ней. И поэтому он с ней так играется, понимаете? А ей так нравится, он такой недосягаемый, такой красивый, такой ухаживает так хорошо. Понимаете? Всё. Патова ситуация. Ну, то есть, это значит, что точно, если она в него влюбилась, вот она очень-очень привлекательна, когда мужчина так себя ведёт. Он такой красивый, серьёзный, независимый, не как бы, не влюбился. Ну, какой-то такой, знаете, такой, как бы, сильный, недоступный. Она начинает влюбляться в него. А он даже не собирается на ней жениться, он хочет просто поразвлекаться с ней. Я вам рассказываю про судьбу. Она гораздо сложнее, чем нам кажется. Теперь второй вариант. Хороший человек, хороший парень. Ну, искренне влюбился. Девушка недоступная такая. Почему? Потому что, когда он влюбился, он уже не кажется таким крутым. Когда человек влюбляется, он теряет себя. И вот если девушка разумная, то есть, обладает знанием, она видит, ну, человек хороший, да? Ну, почему он такой и не такой крутой? Потому что он влюбился. Она обладает знанием. Она смотрит на него. И думает, дай-ка я поизучаю его. Постречаюсь, пообщаюсь, посмотрю. Может быть, это хороший человек и мне подойдет. Может быть, я тоже почувствую счастье рядом с ним. Ну, то есть, когда она рядом, он уже остывает, немножко ему легче становится. Он начинает приходить в себя. И она начинает влюбляться в него. Так создается семья, понимаете? Когда ты идешь не туда, где недостижимо, недостижимо, а туда идешь, где правильно, практично. Ну, то есть, есть мужская позиция – добиваться, но не терять себя. Есть женская позиция – не влюбляться, не добиваться, а наблюдать, смотреть и делать выбор потом. Понимаете? Если вы обладаете знанием, то у вас не будет проблем с тем, чтобы познакомиться. Но если как бы вы не знаете, неправильно ведете себя. Вот я и объяснил этой девушке, что ты просто не понимаешь, что если ты так вот себя ведешь, то ты будешь терять людей. Нужно другое поведение совсем. Нужно быть сильной в отношениях с человеком, не терять себя, и тогда он станет твоим спутником жизни. Видите, как важно знать, как работает чувство собственного достоинства. Нельзя позволять себе сильно влюбиться. Это вообще патовая ситуация. Нужно всегда беречь себя, сохранять себя. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok